Компания, в которой работал стрелок из Орландо, Амар Матин, заявила, что несколько раз проверяла его на связь с криминалом, но ничего не нашла. Ранее стало известно, что Матин работал в конторе G4S. Это одна из крупнейших в мире охранных компаний. В Штатах объявлен трехдневный траур, страна в шоке, 50 погибших и столько же раненых. Что известно о стрелке и что теперь заявляют политики, из США репортаж нашего СОПКОРа Александра Христенко. Это максимально близкое расстояние, на которое можно подойти к гей-клубу «Пульс», где и произошла трагедия. Отсюда буквально пара кварталов. До сих пор внутри идут следственные действия, а сюда приходят люди, которые потеряли своих знакомых, близких и родных. Оцеплен весь квартал, усиленные наряды полиции. Многие жители приезжают сюда, в этот район, который всегда казался им спокойным, просто поговорить, поделиться эмоциями. Дженнис Ривера нередко посещала клуб «Пульс». В ту ночь не пошла. Теперь с собой принесла и зажгла две свечи по числу погибших знакомых. Мне стали звонить, спрашивать, все ли у меня в порядке, была ли я там. А потом уже из Фейсбука я узнала все подробности, увидела видео оттуда. 50 погибших, более полусотни ранены. В Орландо произошел самый кровавый массовый расстрел за всю историю США. Кафе, рестораны, офисы поменяли текст на своих вывесках на одну фразу. Орландо сильный. Антонет и Вэфиан на листе бумаги написали слова поддержки и нарисовали плачущего Микки Мауса. Орландо известен тем, что здесь Диснейленд. Мы молимся за людей, которые погибли. У нас есть друг, которого мы не можем найти. Еще моя племянница была в клубе и ушла за 10 минут до начала стрельбы. Мы пришли показать, что мы поддерживаем и молимся за Орландо. Убийца 29-летний Амар Матин ворвался в гей-клуб «Пульс» в 2 часа ночи. Стрелял из штурмовой винтовки АР-15 и пистолета «Глок». Оружие, как выяснили следователи, купил на прошлой неделе. Легально. Матин – гражданин США. Работал в охране в частной компании G4S, которая обеспечивает безопасность в том числе и правительственных зданий. То есть преступник прошел все жесткие проверки при приеме на работу. Поначалу даже жена ничего не замечала. Сначала он был нормальным. Заботился о семье, любил шутить. Но затем, спустя несколько месяцев после свадьбы, я заметила, что его характер стал нестабильным. Он впадал в ярость по пустякам. Теперь выясняется, Матин увлекся радикальными экстремистскими учениями. Парень очень четко рассчитывал время, поэтому он стрелял без остановки. После того, как мой друг Бармен получил три ранения, он слышал непрекращающуюся стрельбу. Тогда он понял, что выжить можно только если выбраться оттуда. То, что расстрел в клубе – это теракт, сообщил сам преступник. Позвонил в службу спасения 911. Вспомнил взрывы на бостонском марафоне и заявил, что действуют заодно с ИГИЛ. Президент США Барак Обама выступил со специальным обращением к нации. Несмотря на то, что расследование находится на раннем этапе, мы знаем достаточно для того, чтобы сказать, это был акт террора и акт ненависти. И как американцы, мы едины в горе и в решимости защищать наш народ. После чего Дональд Трамп призвал Обаму досрочно покинуть пост. Собирается ли президент Обама в конце концов произнести слова «радикальный исламский терроризм»? Если нет, то он должен немедленно и с позором уйти в отставку. Демократы традиционно избегают этой формулировки. А еще выяснилось, что Амар Матин неоднократно попадал в поле зрения ФБР. Его трижды допрашивали, но каждый раз закрывали дело. Пока ФБР выясняют, как они упустили террориста, здесь, в Орландо, да и вообще в США, ищут ответ на вопрос, почему это вновь произошло. И пытаются свыкнуться с мыслью, что теперь понятие «безопасное место» больше не существует. Александр Христиенко, Николай Коскин, Елена Соколова, Вести, Орландо, штат Флорида, США.